Здравствуйте, в эфире программа Гость студии, я ее ведущий Амерки Драсов. Сегодня у нас в гостях директор Центра занятости населения города Кумертал Нина Ивановна. Александрова Нина Ивановна, я вас приветствую в нашей студии. Здравствуйте. Нина Ивановна, в России за январь месяц уровень безработицы вырос на 3,2% и составил чуть более 917 тысяч человек. Как обстоят дела в нашем городе? Уровень регистрирующих безработицев в городском округе на 1 февраля, у нас на сегодня есть эти цифры, составляет 1,14% от экономически активного населения городского округа. На учете состоит 394 безработных гражданина. Ну вот этот процент, это большое число для нашего города? Нет, для нас это небольшой процент. Если учитывать прошлые годы, то уровень безработицы был у нас и 10, и 5, и 7, и 3 процента. На сегодняшний день это 1,13 была она на 1 января. То есть чуть-чуть, незначительно возросло количество безработных практически на уровне прошлого года. Но 1,14% это официальный уровень, а есть ведь наверняка и неофициальный уровень. Каким образом можно реальное число безработных вычислить? Вот за 2013 год на 1 января по республике он составлял 5,8%. Это общая безработица. По городу таких данных у нас нет. Это статистическое обследование. В городе уже несколько лет есть такая тенденция, что есть безработные, есть вакантные места, причем вакантных мест, по-моему, больше, чем числящихся безработными граждан. Какие это вакансии и почему возникает такой дисбаланс, что есть вакансии и есть у нас, тем не менее, безработные? В 2012-2013 годах вакансии в течение года поступали в службу занятости и ежемесячно они составляли от 400 до 600 вакансий в месяц. Безработные, количество безработных колебалось. Например, в январе-феврале уровень безработицы возрастал, так же, как и в ноябре, в декабре, это сезонное. А к лету, уже будем говорить, к весне, в связи с введением новых дополнительных рабочих мест, в связи с временными рабочими местами, уровень безработицы снижался, и вакантные места возрастали. То есть в течение года более 5000 вакансий в городе существует. Это только по тем предприятиям, которые предоставляют сведения в государственную службу занятости. И я хочу заметить, что все сведения службы занятости, которые по вакантным свободным местам, из них практически от 75 до 80 процентов составляют профессии по рабочим специальностям. Ну а вот те люди, которые стоят на учете, как безработные, им какие специальности нужны? У нас состоят на учете и граждане длительные, неработающие, и граждане, которые были уволены по сокращению, либо ликвидации предприятия. Вот из 394 где-то у нас 25 процентов состоят по сокращению численности, 37 процентов это граждане уволены по собственному желанию. И есть, конечно, лица, которые попадают на рынок труда со свободным распределением после окончания профессиональных образовательных учреждений. Вот. И, во-первых, есть, которые вообще не имеют специальности. Незначительное количество выпускников, которые имеют профессии инженера. Но больше всего на сегодняшний день у нас стоят педагоги и специалисты. Очень с узкой специализацией. И, конечно, по рабочим профессиям, которые имеют ограничения по состоянию здоровья. Например, у нас на сегодня на учете состоят 54 инвалида. Вот в том числе из этого, которого я назвала вам. У них очень ограничение по состоянию здоровья, для которых нужно создавать либо специальные рабочие места, либо трудоустраивать на существующие, но уже с учетом ограничения. Да, мы с вами эту тему обсуждали и освещали уже по трудоустройству инвалидов. Меня интересует вопрос по переобучению тех людей, которые действительно имеют узкую специальность. Ведь есть такие меры, когда вы направляете людей на переобучение. Да, ежегодно и в этом году, и в прошлом году. Вот в прошлом году мы переобучили 103 безработных гражданина по профессиям, которые востребованы на рынке труда. Во-первых, у нас на сегодня только 20 вакантных свободных единиц по профессии водителя автомобиля. Значит, на эту профессию имеется спрос. Значит, мы имеем право обучить по этой профессии. Обучаем, например, на парикмахера. Практически ни один к нам не возвратился в службу занятости. Они находят работу либо самостоятельно, либо открывают собственное дело, либо вливаются в трудовые коллективы. Обучаем профессиям электриков, электрогазосварщиков. Они на сегодня очень востребованы. И эти вакансии у нас в базе данных, в банке вакансий. И на сегодняшний день имеются, и в течение года постоянно. А переобучение в пределах города проходит? Переобучение проходит в пределах городского округа и города Уфы, Стрель-Тамака. Но в связи с изменениями федерального закона 44-го, как? Котировочные заявки пройдут? Будет ли это конкурс, либо это будет аукцион? Кто примет участие? Будем смотреть. В прошлом году обучение у нас проходило в 73-м лицее, в горном колледже, проходило в учебном центре республики Башкортостан, в городе Стрель-Тамаки в учебном центре. Ездить за пределы города люди охотно идут, либо же зачастую отказываются? Ну, надо сказать, что не совсем охотно. Но есть такая программа, по которой могут, кто выиграл котировочную заявку, они могут приехать в город Кумертау и групповое здесь обучение провести. А переобучившиеся граждане, они должны будут обязательно устроиться на работу по специальности, которую они получили, либо у них есть возможность и другую какую-то работу найти? Почему они имеют возможность пойти и по другой профессии работать, та, которая у них была прежде? Если они повысили квалификацию, то и могут по старой профессии работать. А если прошли профессиональную преподготовку, они могут и по этой профессии, и по другой, это говорит о том, что гражданин повысил свою квалификацию, либо получил другую, смежную какую-то профессию. Он имеет возможность трудоустроиться, это его право. В городе сейчас взят курс на профессиональное ориентирование школьников. Мы уже показывали репортаж, это межшкольный комбинат был общественного питания, куда пришли 11-классники, 9-классники, чтобы посмотреть, возможно, свое будущее рабочее место. Вот скажите, работодатели, они охотно идут на такую практику, когда они приглашают школьников к себе? Да, охотно. Правительством Республики Башкортостан выработан план мероприятий по реализации профессиональной ориентации обучающейся и молодежи. Так называемая дорожная карта на 2013-2015 годы. В 2013 году у нас проходил профессиональная ориентация на нашем градообразующем предприятии КУМАП, где более 300 выпускников, будущих выпускников наших образовательных учреждений посетили это предприятие. В этом году уже показывали сюжет, и у нас уже намечен план, разработан план с образовательными учреждениями, с отделом образования, именно по посещению предприятий, для того, чтобы они смогли посмотреть будущие рабочие профессии, ознакомиться с производством. Но если государство в силу окружающих профессионального ориентирования, значит, у нас не все так хорошо со специальностями именно рабочими. Это действительно так? Да, это действительно так. Вот я уже говорила, что из более 5000 вакансий, которые в течение года поступают в банк вакантных мест, из них 80 по рабочим профессиям, и получается около 20 по профессиям служащих. И это говорит о чем? Что у нас в основном рабочие специальности на сегодня востребованы, и востребованы такие, как я уже говорила, вот на кого мы переобучаем, электрики, электрогазосварщики, сегодня нужны машинисты всевозможных кранов, трактористы нужны, необходимы нам на сегодня медицинские сёстры, они тоже востребованы. По профессиям служащих востребованы врачи, врачи, востребованы на сегодня инженеры, востребованы, надо сказать, профессии машиностроительного, в строительном производстве, профессии здравоохранения. Нужны сегодня почтальоны, операторы связи. Очень трудно подобрать. И естественно, используется, есть такой труд, неквалифицированный. Это дворники, это подсобные рабочие, это уборщики служебных помещений. Вот на такие профессии трудоустроить практически на сегодняшний день стало невозможно по той причине, что очень низкая заработная плата. И мы испытываем трудности в связи с этим. Мало ведь показать молодому человеку, как работает повар, как работает почтальон, чтобы у него появилось желание в будущем связать свою жизнь именно с этой специальностью. Какие мероприятия должны быть ещё реализованы, чтобы действительно у нас молодые люди захотели в будущем пойти именно работать руками, как это говорится? Ну, это однозначно повышение заработной платы на предприятиях, в организациях. То есть независимо от формы собственности. И тогда молодые люди, поскольку не обратят внимание, например, понравилась ему профессия токаря, которая на сегодня наиболее востребованная, и у нас на учёте не состоит ни одного гражданина, имеющего такую специальность. Если у него будет заработная плата 35-40 тысяч рублей, естественно, молодые люди заинтересуются, и они уже с охотно посмотрят, как работает станок, сколько зарабатывает рабочий на этом станке, имеющий такую профессию. Конечно, это очень важно. И если говорить о вакантных местах, то 57% из них поступили заработной платы от 5500 до 10 тысяч рублей. Это очень низкая заработная плата. Но по опыту больших городов мы ведь видим, что работодатели отнюдь не стараются повысить зарплату, чтобы пригласить именно жителя города, приглашают гостевого рабочего. Зачастую так, ведь дворниками в больших городах не работают россияне, работают приезжие из стран Азии. Да. Потому что наше население неохотно идёт на такую минимальную заработную плату. Она составляла 5500. Сегодня с 1 января 2014 года она чуть-чуть возросла, стала 5554 рубля. Очень незначительно. Ну а практически работодатели принимают на эту ставку, будем говорить, официальную ставку. Это очень мало. И подобрать из числа российских граждан бывает очень трудно. Поэтому работодатели заявляют иностранную рабочую силу именно из стран ближнего или дальнего зарубежья. Продолжим. Ну вот традиционно по весне проходят ярмарки образовательных учреждений, куда учащиеся старших классов могут прийти, выбрать будущее свое учебное заведение. Ну, по крайней мере, познакомиться, какие специальности есть, на какие специальности можно обучиться. В этом году ярмарка будет проходить? Да. Постановлением главы администрации такая ярмарка в этом году будет проходить 18 февраля. МАО ДК «Рассвет», на которую будут приглашены все профессионально-образовательные учреждения нашего города и другие профессионально-образовательные учреждения, которые выпускают по профессиям, которые востребованы на рынке труда. Да. Из опыта прошлых лет еще были стажировки, были субсидии для предприятий, которые трудно тратят инвалидов в этом году. Эта практика сохранится или какие-то изменения произошли? Нет, эта практика сохранится. Мероприятия, которые разработаны по садистей занятости населения, которые согласованы также с администрацией городского округа, также эти мероприятия включены. Это трудоустройство. В этом году также пяти инвалидов на вновь созданы рабочие места с выделением работодателя средств в сумме 70 900 рублей. В зависимости от группы инвалидов, в зависимости от того, какое создано рабочее место, служба занятости будет компенсировать затраты на это рабочее место. Стажировку могут пройти выпускники профессиональных образовательных учреждений, в том числе и выпускники в возрасте от 18 до 20 лет, которые будут получать дополнительную материальную поддержку, кроме выплаты заработной платы. И мы приглашаем будущих выпускников для участия в данной программе. Если подытожить итоги прошлых лет, то мы трудоустроили до 150 таких выпускников. Но, к сожалению, компенсация на выплату заработной платы работодателям незначительная, также в размере 5 500, и с учетом отчислений составляет 7 161 рубль. И многие выпускники, судя по прошлому году, не очень охотно идут на такую заработную плату. Но работодатели имеют возможность, кроме того, что мы компенсируем ему затраты, они имеют возможность доплачивать свою заработную плату. Вот такая ситуация. И уже практика показала, что до 50% этих выпускников на сегодня трудоустраиваются на постоянные рабочие места, либо их оставляют у себя на том прежнем месте, где они проходили стажировку. Очень большую роль в этом сыграло наше градообразующее предприятие КУМАП. А какие-то изменения в законодательстве произошли, о которых можно было бы рассказать людям, изменения, которые могли бы быть интересны нашим телезрителям? Да, в отдельные законодательные акты и в закон о занятости в 2013 году были определенные изменения. Изменены некоторые статьи по закону о занятости. Это прежде всего в законодательных актах выпущено постановление правительства Республики Башкортостан о предоставлении сведений о вас в свободных, вакантных, либо отсутствии вакантных рабочих мест, либо должностей в государственные казенные учреждения центра занятости. Независимо, в какой форме собственности работодатель, и лишь бы он находился на территории, располагался на территории городского округа. Это касается всех работодателей, в том числе индивидуальных предпринимателей. Они обязаны подавать такие к нам сведения. Подают? Это вот подают, но, к сожалению, не все. С кем мы постоянно работаем, привлекаем. Некоторые идут охотно, некоторые нет. Располагают свои объявления в средствах массовой информации, например, в газете «Метро». Ну, стараемся работать совместно с ними, находить общий язык. Но не предоставление информации какие-то санкции предусматривают? Да, не предоставление информации предусматривает санкции, как и административные штрафы. То есть действует кодекс административный. Это вот первое было изменение, которое было внесено в 2013 году. Затем были изменения, внесены непосредственно в статьи закона о занятости. Все это сведения, которые предоставляет работодатель, не должны содержать сведения дискриминационного характера. То есть ни по полу, ни по возрасту, ни по расе, ни по социальному положению. Не должны такие вот ограничения указаны. За это тоже налагается большой штраф административный и к юридическим лицам, и именно к индивидуальным предпринимателям, и также к частным гражданам. А также к средствам массовой информации, также к расклещикам объявлений. Ну то есть написать объявление, что требуется программист мужчина, нельзя. Да, нельзя. Например, мужчина. Ни по полу, ни по расе, ни по возрасту. Еще изменения, внесенные в закон о занятости, в части того, что это вот с этого года, что службы занятости по направлению службы занятости могут проходить профессиональную подготовку, переподготовку, либо повышение квалификации гражданам, которые восстановлены в порядке, назначена трудовая пенсия, и которые хотят вернуться к трудовой деятельности. А также женщины, находящиеся в декретном отпуске, работающие, находящие в трудовых отношениях с работодателями, имеющих детей в возрасте до трех лет, они могут проходить профессиональную подготовку за счет средств службы занятости. Это вот первое. И второе, то, что на сегодняшний день меняется в законодательных актах, также в административном кодексе, это по квотированию рабочих мест в части трудоустройства инвалидов. За это определенные также административные штрафы накладываются, в связи с чем нетрудоустраиваются, по какой причине инвалиды на рабочие места, на которых создана квота. Есть скотированные рабочие места, установлены квоты, должны быть локальные акты нормативные. Все это проверяется. Ясно. Ну и последний, наверное, вопрос. Сегодня прогнозируется ли рост уровня безработицы в нашем городе в 2014 году? Нет. Рост безработицы в 2014 году не ожидается. По мероприятиям, которые разрабатывались в течение года, по сведениям, которые собрала служба занятости со всех предприятий и организаций, которые подлежали обследованию, роста безработицы не ожидается. Сведения о предстоящем высвобождении подали всего только на 94 человека. Если в прошлом году 326 граждан к нам обратились по сокращению численности предприятий, то на сегодня предполагается, что это 94 человека к нам обратиться. Рынок труда будет формироваться за счет граждан, уволившихся по собственному желанию, за счет граждан, которые попадают со свободным распределением, граждан из мест лишения свободы, ну и просто граждане, длительные неработающие, которых, к сожалению, на сегодня много достаточно, я хочу сказать, и которые постоянно обращаются в службу занятости, которых мы неоднократно трудоустраиваем, они вновь обращаются. Ну и в завершении, наверное, какие пожелания будут в нашем телезрителе? Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить работодателей городского округа, которые принимают участие в реализации именно мероприятий по содействию занятости населения городского округа, которые реализуют, предлагают свободные рабочие места, которые идут навстречу и создают новые рабочие места. Вот в прошлом году было создано 212 новых рабочих мест, в этом году ожидается 312, из них 162 в промышленности. И мы будем испытывать дефицит квалифицированной рабочей силы, и надеемся, что за счет переобучившихся безработанных граждан мы заполним эти рабочие места. Особая благодарность нашим работодателям. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Сегодня у нас в студии была директор Центра занятости населения города Кумиртау Нина Ивановна Александрова. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова